Возвращаются в StarLadder TV совместно с iLeague представляет новый сезон Star Series. Вас ждет более 100 бескомпромиссных баталий сильнейших коллективов СНГ, Европы, Америки, Юго-Восточной Азии и Китая. Только 12 лучшим командам достанутся путевки на лан-финал. Решающие сражения пройдут столицу Беларуси на площадке спортивного комплекса Минск-Арена, готовым принять ни много ни мало 18 тысяч зрителей. Освещать все матчи сезона для вас будут хорошо известные и любимые вам комментаторы. Призовой фон турнира вырос более чем в три раза, до 300 тысяч долларов США. Теперь следить за всеми сражениями сезона Star Series в Dota TV можно бесплатно. Лучшие команды мира на одной сцене, 12 претендентов, 1 трофей. Смотри трансляции и болей за своих! Вы получили запасные коды или другие цифровые продукты? Есть место, где вы можете продать их менее чем за одну минуту. Смотрите, перейдите на G2A.com. Нажмите «Начните продавать». Быстрая регистрация. Перейдите к «Мой аккаунт» и нажмите «Продажа». Продать продукт. Введите название, код, цену. И готово. G2A.com – цифровая торговая площадка. Упрощенная глобальная продажа. ГРУСТНАЯ МУЗЫКА ГРУСТНАЯ МУЗЫКА ГРУСТНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Егейминг Бетс. Мы принимаем ставки на компьютерные игры онлайн с 2011 года. Реферальная система для постоянных пользователей и бонус на первый депозит. Магазин игровых девайсов и лучший выбор платежных систем. Дота 2 и Хардстоун. Контерстрайк и Старкрафт. World of Tanks и Лига Легенд. Егб.ком. Ты точно знаешь, кто победит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ну что же, еще раз всем добрый вечер. Мы возвращаемся в эфир на последнюю серию сегодняшнего дня. Первых два матча были довольно неплохими. Именно поэтому, возможно, мы сейчас достаточно бобры. Бобры, да. Но сейчас мы должны увидеть что-то такое. Но не увидим, потому что играет Empire, играет Arcadia Sports. И есть на что посмотреть. Имперцы только что с хорошим настроением. Потому что только что они выиграли в полуфинале... Д2СЛ? Д2СЛ. У OG, которые не проигрывали очень давно. Это бывшие манки бизнеса, если кто не в курсе. OG, кстати, мы вчера про это говорили, потому что OG с Empire вчера играли Best of 5. На саммите мы вчера обсуждали, что OG не проигрывали 14 матчей подряд. И вот как раз-таки последний раз, когда не проиграли, это были те же Empire. А, ну нормально, да. То есть не ставь их на Empire, и можно и больше Winstryx сделать. Их Winstryx стартанул на Empire, и на Empire же закончился. Вчера они были очень близки в матче с Na'Vi. Просто нереально, да, позавчера были нереально близки. Там Na'Vi вот-вот писечки не хватило, но... Но писечки не хватило. Да, да, да. Группа B, Alliance уже выиграли эту группу. Три победы. Они уже во втором групповом этапе. Так же, как и Vega, так же, как и OG в группе D, да, еще непонятно. Ну и вот Arcade, Alternate и Empire. Три команды, которые проиграли у Альянса, между собой будут определять, кто же со второго места попадет в стыковочные матчи. Напомню, что по формату турнира первые четыре команды проходят напрямую во второй групповой этап. Присоединяются к, собственно, Virtus.3 и Secret. Ну вот команды, которые займут вторые места. Четыре команды в двух best-of-tree матчах определят еще два коллектива, которые пройдут вот в тот самый второй групповой этап. Ну и уже восемь команд во втором групповом этапе определят пятерых LAN-финалистов. Все очень просто. Во втором групповом этапе восемь, выходит дальше пять. Ну, вероятность попадания дальше довольно высока. Но там уже серьезные соперники. И Альянс, и Vega, и Secret, и Virtus.pro прям рубило. С каждым этапом соперники-то никуда не деваются. И действительно, становятся они все сильнее и сильнее. Странно, кстати. Странно, да. Было бы, короче, если бы не девались куда-то. Особенно самые сильные. Типа, бам, все. Черт, что ты выходишь, тем хуже команды. Это, кстати, норм был. Круто, круто. Tusk, Bain, Leach. Что это? И вот это, в самом конце, вот эта битва двух пьяных бомжей розочками из пластиковых бутылок. Я думаю, это будет пользоваться успехом определенным. Конечно, ну конечно будет. На ютубчике по-любому просмотров. Это вообще самое важное. Это что, это ж круто. Нет. Ну ладно. Arcadia Sports сейчас будут брать четвертого героя. Пока мне их пик, буду честен. Вообще не нравится. Он плохой. Почему это мое личное мнение? Ну, я что, не имею права иметь личное мнение? Допустим. Допустим, имеешь. Ну, он просто от него воняет. Ну, серьезно. Вот он, он плохой. Он очень плохой. Ну, смотри. Что у нас получается вообще по игре? Если уж на то пошло. Мы смотрим драфт. Tusk, Bain, Leach, Razor. То есть тут суперактивность с суперпассивностью просто перемешались. Хорошо. Team Empire. Dazzle, Geary, Slardar, Windranger. Тут все намного более понятно. Тут все очень просто, по идее, должно быть. Здесь Slardar у нас идет сложно. Да, VR-ка в мид. Гирокоптер легкая. И, соответственно, нужен просто второй нормальный суппорт. Человеческий. Человеческий? То есть дизраптора брать нельзя, потому что он нечеловеческий. Не, дизраптор, в принципе, неплохой вариант. Возможно, еще какой-то Вич-доктор тоже может быть неплохим вариантом. Просто потому что ты инициацию Тускара можешь обломить на корню этим Вич-доктором, закинув кассочки. Ну и посмотрим, какой он сейчас забанит. Да, вот дизраптора забанили. Ну, собственно, остается все тот же Вич-доктор. Он, в принципе, неплох. Да, довольно неплохой герой тут, я, наверное, соглашусь. Но можно и что-то другое выдумать. Из разряда прям вот что-то невероятное. Ну, смотри, а что тут может быть еще невероятное? Какая-то Лина, но под нее стан он и есть, и нет. Как бы ракета такое. Slardar 50-50. VR-ка. Ну, вряд ли она будет ориентироваться конкретно на Лину. Да и стан немного рандомный. Ну что, last pick. А, целая минута, сорян. Я уже думал, что все. Целая минута. Да, действительно, мы видим, что... Винга, может, еще какая-то? Баунти Хантер. Ну, собственно, вот такую решили взять. Такого персонажа. Окей, да, вот нам сейчас показывают, что при 40 матчах 42,5% винрейта этого героя. Это не слишком хорошо. Ну, мы видели то, что многие команды, они, походу, вообще не подозревают, как нужно этого баунти Хантера использовать. Ух ты. Или Шрак на ласт пик. Погоди-ка, погоди-ка. Ну, это попахивает какой-то заготовочкой на самом деле. Потому что, ну, просто так вот такие странные герои не берутся. Все вот эти Бэйны, Лишраки. Ну, Бэйн и Лишрак, скорее всего, будут, естественно, вместе. Разор, я так понимаю, у нас пойдет на легкую. Или же в мид пойдет Разор, а Лишрак пойдет в легкую и будет таким себе фармящим Лишраком. Тусик будет сложный. Ну, не знаю, мне не становится, наверное, фармящий Лишрак. Это вариант, ну, более-менее. То есть, это, не знаю. Алоха у нас играет с никнеймом Weapon Y. Weapon. Weapon Y. Weapon Y. Это просто вчера играл Мэйби с никнеймом Weapon X. Алоха, он вообще, товарищ, не самый смышленый. То есть, фантазии у него, ну, не на все всегда хватает. Ну, вы знаете, я очень хейчу игроков, которые меняют никнеймы, поэтому скажу прямо, что Алоха действительно, ну, думать сам по себе еще не научил, но еще не вырос человек. Ну, бывает. Поэтому он зашел куда-то на стрим, и он, ооо, Weapon X. Я думаю, он даже не знает, что слово Weapon значит. Может, он думает, что это на китайском что-то? Может быть, он думает, что это какое-то ругательство на китайском языке, и все. Так, тут две минуты у нас пока просит silent. Ну, и да, стоит отметить то, что с заменой играют ребята, играет Flow. Ну, как замена. Постоянная замена у них сейчас нет, я так понимаю, пятого. Я спрошу Алохи просто. Хорошо, что ты букву R написал не в переден, вот не в конце. Опечатка была бы очень VR-пон, да. Именно так. Viporn надо было написать. Ну, в принципе, да. Именно об этом я и говорил. Так тебя и буду называть всю игру. Viporn. Вот, я же говорю, забрал и делаю в Мэйби, переделал. Я оружие Y. Viporn Vip. Viporn Y. Понятно. No, 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 no. Хороший хик. Он же мой. Ты ж в курсе, что Мэйби с этим ником по со сакал. FN. Я уже тоже, я видел первое сообщение, типа, FN, привет. Вижу тут FN лучший красавчик. FN лучший красавчик. А то мало ли. Ну да. Пишется еще. Да, кстати, как я сегодня во время одной из игр предсказывал, скорее всего, Empire сегодня будут играть уже без генерала. Ну, играет товарищ с никнеймом Flow. Я не знаю, может быть, это и есть генерал. Не-не-не-не, они писали, что, типа, забена, Flow, все дела. Все, Резоль обратно в миде. То есть не будет Кора Паришина в сложные или что? Может быть. Просто Алоха пишет, sometimes ты лузаешь. Так бывает. Илюша! Я его обожаю. Но сегодня он у меня випон игрок. А он не Илюша. Или випрон игрок. Випрон. Випрон. Ладно, Джеймс играет нас на Бэйне. Трон сыграет на Кор Лишраке. Барыш играет нас на Разоре. Бигнум на Спортличе будет помогать в миде. Ну и Чешир на Тусике в сложной линии у команды Аркейд. Да, и у команды Эмпайр Flow мы видим на Слардаре пока в сложной. Тут сейчас пошел оружие игрек пошло умирать. Випрон игрек! Да, Алоха! Алоха, вон же оружие игрек. Ему надо было сейчас в чат во время того, что это собирать. Випрон игрек. В общем, Резоль на Виндрейнджер. В миде Сайлент фармящий гирокоптер. И No Fear будет спасать всех на Даззле. Человек-спасатель. Оружие игрек. Битва начинается. Да ладно, посмотрим, посмотрим. Не, на самом деле просто это настолько дефолтный вот мув был, который только что произошел. Который происходит в карте. В каждой игре приходит этот баунти-хантер туда в лес, смотреть на какую руну они побежали. В итоге просто... Ну, на самом деле, немного, возможно, поленился Алоха. Хотя, может быть, он думал, что они думают, что я думаю. Я сейчас мышку навел на Сайлента и пишу в Твиттере. Давай, давай, давай. В-А-Р-П-О-Н. Ладно, не буду, все, хватит. Потому что Алоха может еще обидеться на меня. Скажешь, я знаю, не друг, и все. Алоха обидится. Не, я все-таки напишу. Тоже подумал, что не может. В-А-П-О-Н-И-Грек. Вот. В-А-П-О-Н-И-Грек написал. Чего он там обидится? Это же Илюша. Он ни на кого не обижается. Пытается здесь что-то найти. Опять-таки Алоха может... Ау, ты посмотри. Ты просто посмотри, что творит. А что он творит? Ты видел? Ты смотри на Вард. Ну? Это он будет курицу сейчас палить. Ну, естественно, естественно. Он будет палить курицу. Боже, какой он топовый. Лол. Ну, а курица рано или поздно должна будет пойти. Я уже жду этого момента. Или там у нас где-то разум. Хотя, да, ему... А может и без курьера быть. Ему вообще пофиг на самом деле сейчас. Вот сейчас ему просто покс. Слушай, маяки какие-то пошли сейчас. Ну, походу, подозревают, что где-то там. Джеймса, что он там. Что оружие Y где-то там спряталось. Боже, я не могу. Просто ты представляешь себе вот этого Алоху. Я пишу. Я именно это и представляю. Тверчу и ржу, как конь. Потому что просто Алоха, его грозное лицо. Уэп, он Y. Да, да, да. Я хуже, только может быть, если он как год, когда он был в LG International, еще вот это пальцем по горлу сделает. Это то, что надо прям будет. Так, собственно. Герокоптер. Герокоптер вообще стоит на фри-фарме. Ему туск помешать не может. Ну вот, смотри. Ситуация, когда герокоптер стоит против тускара. У нас уже такое было. Только там визадж. Был фармящий визадж с... Сколько там у него было на творце? 900 на творце. 900 на творце на 20-й минуте. То есть сейчас товарищ Дазель, он понимает, что помощь его нужна. То, что он может гонять чешира. И, в принципе, они его тут немного гоняют. По крайней мере, крипов чешир не добивает. С левелом тут уже вряд ли что-то можно поделать толковое. Ну да, особо ты его не прогонишь слишком далеко. Но, по крайней мере... Ну вот сейчас может забрать несколько, если получится. Посмотрим, сколько тут чешира. Ну, одного как минимум забрал. Даже второго заберет. А может и нет. Смотри, смотри, смотри. Опа! Трех! Красава! О, боже! Красава! Тут, кстати, едет Курьер. Тут есть Бигнум. Кура выезжает, но не до конца. И... Випон игрок остается без добычи. Так, тихо-тихо-тихо. Кура идет, Кура идет. Оп, и Бигнум пронесет ее. Вот так вот. Все противолокие на топе. Тем временем у нас слоу. Проблемы у него застанили. Но тут должен. Хотя, ты посмотри, неплохо. Неплохо слоу есть. Отпивается и все-таки погибает. Вот и еще и проживает. Увесистая тычка у Баяна все-таки 63 с руки. Да. Далеко не каждый герой может похвастаться таким уроном. А тут еще и рейнджевой. Действительно большой, кстати. Не стоит забывать, что это действительно не маленький такой товарищ. Герой неприятный. Верк, в миде ее просто овнят. 6-1 виндрейнджер и бараш имеет 18 на 10 крипста. Это, кстати, очень странно. Это очень много. Просто нереально много. Ну да, еще и выходит Лич. Постоянно помогает. Плюс к тому же не смогли Куру бить. В итоге прям очень неприятный старт для Резоля. Ну а официальный день Баунти Хантера у нас продолжает. С первого левела бехает Алоха. Извините, Випан Игрек. Это не... Ни в коем случае нет. У меня, я же говорю, у меня при ассоциации слова оружие с Алохой у меня нервно глаз дергаться начинает. Нормально, нормально. А прикинь, он был бы из Техаса, у меня дома было бы ружье. У Алохи. Прикольно было бы. Наверное. Бедная Салтовка Харьковская. Было бы вам там неприятно. Тут на Сайлента, кстати, напал Чеширский кот. Смотри, как нагло его избивает. Сайлент тут очень неприятно. Сайлент тут нереально неприятно. Это просто фраг от Чеширского кота против Сайлента. Салянова, лоу. Я бы сказал не в Салянова, а на линии с Дазлом. Ну да, на линии с Дазлом. Сейчас должен быть вопрос на тему того, чем вообще Дазл занимался. Не понятно, чем он занимался. Он занимался отводами. Но там либо Сайлент должен был понять, что хватит лезть и что Дазл на отводах. То есть какое-то действительно недопонимание между игроками произошло. Потому что в нормальной ситуации, когда все обо всем предупреждают друг друга, такого 100% не будет. То есть тут, скорее всего, кто-то промолчал в плане инфы. Приезжает, мы видим, тапок. Ну, Моки Сайлент промолчает, типа, да, потому что нападает на тебя туск. Ты такой, типа, ну окей, нападает на меня четвертого уровня туск. Ну, типа, сорян, не буду там дергать Дазл, а пусть там занимается своими делами. В лесу потому что он меня все равно не убьет. Но внезапно оказалось 15 крипов еще рядом стоящих, которые тоже дамажат. И Сайлент погибает. Глупая смерть, действительно. Ну и 3-0 аркейд начинает. Очень агрессивно и очень активно. Ну и випаны игрок по-прежнему тут пятая минута, первый левел. Пока без добычи оружия команды Эмпайр. Секретное оружие команды Эмпайр. Зато он видит в тайграунду. Курьер. Курьер, банка, стики. Но он видел, куда Кура улетела и будет ждать его сейчас на этой линии. Но Курьер-то идет в мидл. И сейчас прилетит с мидла. То есть, возможно, Алоха забился с кем-то на деньги, что он убьет Куру в этой игре. Именно поэтому... Вот, смотри, он еще и там вард поставил. Это уже 2 бесполезных варвара в этой игре. То есть, вообще, вижена нет никакого на карте, кроме вижена по Курьеру. Хотя... Ну вот он Курьер. Смотри, смотри, а он без Джинадо. А, и Курьера есть спринг. Он его не убьет. И Курьера есть спокойный спринг. И все, ничего не может сделать Алоха. Ох уж это оружие игрек. Слушай, ну это реально полный бред. Раз вард, два вард. То есть, куча голды, куча времени. Да, ты никого не напрягаешь. Ты в это время мог бы пытаться напрягать какого-то Разора, помогать своей ВРке. Ты мог бы выйти на топ, на тонкого ли широка, на тонюсенького ли широка напасть, например. Попытаться пойти там Тускара забрать. Что угодно сделать. Но ты тратил сколько времени, просто бегая за Курьером, которого в итоге и не убил. Да, но он маяковал только что Алоха, что, ребят, и он поставил вард, и опять Курьера увидел. Но окей, братан, у тебя по-прежнему левел один. Это седьмая минута игры. Я включу табличку XPM. 29! До рекорда Смайла осталось чуть-чуть. Почти, да. И Жотма тоже. Да, Смайл и Жотма. Смайл и Жотма гордились бы Илюшей в этой игре. Я думаю, да. Они уже потихонечку звонят ему, набирают, говорят, зовут в аналитику. Да, 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 можно, можно. Шестой левел, тем временем гирокоптер у нас. 46 на 10 крипстат у Сайлента. В принципе, неплохой крипстат. Но мы видим, как по-прежнему очень серьезно проседает в миде Резоль. С непривычки, что ли? Ну, против Волджита сегодня уже играл. Не на Паришине-то. Не на Паришине-то сложный внезапно. Да, тут и отвод не получилось сделать. Вообще ничего не получается пока делать у имперцев. Как-то, не знаю, странно выглядит их игра. И первый выход. Смотри, толпой. Собираются они на топе. Тут же... Паранавал получил. Да, вот оно оружие Y со вторым уровнем. На восьмой минуте подходит под Лешево. Тут есть и сельди есть. Кстати, у селедки интересный скилл билд. Второй спринт и первый стан. Намерен убегать с лорда. Хотя возможно и догонять. Возможно догонять, но когда ты третьего уровня, редко ты кого-то догонять собираешься. Смотри, тут оружие Y. Так, хорошо. С оружием Y разобрались. Поехали дальше смотреть. Сайлент в виде пытается гонгануть. Вместе с Флоом. Теоретически можно как-то постараться въехать на Разор. Он прекрасно знает об этом Разор. Ну и уходит спокойненько. Да, Разор вообще... Тайминги тоже интересные совпали. Потому что на топе, видимо, Тускар сказал, я руну отожму, иди вниз. И в итоге Бараш оказывается в безопасности. Хотя, если бы он пошел наверх, то там все, конечно, совсем кисло закончилось. Но я уверен, что была просто их. Проблема, у Чеширо успеет? Нет, не успеет. Ничего с основатом. Если не выйдет, успел, правда, спрятаться. Но, понятное дело, что он все равно должен поднимать. Он еще и на Хосте был. Ну, кстати, если бы у него были стики в большом количестве. У него там три заряда было. Оружие Y. Оружие Y в миде, да. Просто забежал, понял, что его видно. Два удара дал Разор по голове. Там Сайленту еще досталось очень не кисло. Да, кстати. Я же говорю, как-то вот-вот-вот не вяжется игра. И, в принципе, ну, пока еще по Нетворцам не сильно отстают имперцы. Но, если все будет так продолжаться... Ну, ничем хорошим это не закончится. Но, смотри, еще один вард тыкает, чтобы увидеть Курьера оружия Y в чужом лесу. И, кстати, Курьер. А Курьер по лесу будет возвращаться домой. Четко очень действует Аркейд и Спортса. Да они уже просекли эту фишку. То, что он будет пытаться... То, что он действительно поспорил с кем-то, да? Да, реально, походу, на деньги поспорил. Вот на полном серьезе говорю, любой адекватный человек не делал бы так, как делает сейчас... Слушай, и он маякует, он знает. Вот он, вот он летит, говорит, я его вижу. Что происходит вообще, Алоха? Ну, серьезно, что происходит? Играй в Доту до десятой минуты. Левел 2. Ладно. Посмотрим. Он скоро просто будет со стана лешака умирать. Это не смешно. Ой-ой, видя, видя, может поймать, может поймать. Курьер летит. Летит, давай. Там помигали только что на кого-то. На него вроде бы даже... Нет, все, уходит, уходит. Оружие Y на нижнюю линию все-таки. И что здесь не сделали? О-о-о, мой бог. Ну, тут, что тут можно... Ну, ребят, ну извините, тут действительно больше нечего комментировать. То есть идет... Смотри, смотри, смотри. Оружие Y на нижней линии. Ну, ладно, в размин на Чеширо. Сайлент заберет минимум Чеширо. Может еще Биггнума. Да ладно, Чешир живет. Сайлент только сейчас его забирает. Там еще новая. И слип пошел. Ну, правда, подпредельный разор. Ну, тут разор. Тут разор, и будет неприятно. Будет, но пир Сайленту очень больно до конца. А Джеймс за ним. Надо забирать либо Нофира, либо Сайлент. Тут надо выбирать. Ну, просто Нофир вешает на себя Грейв. Он, конечно, погибнет. На Сайленту забили. Оружие Y! Смотри, смотри, смотри. Бам! Подрезал разору сухожилия и бежать. Потому что у Разора нет сухожилия. Он же без ног. Разве? Да. Тут, видимо, план Алохи пошел к этому под хвост. Да, 6-2, 6-2 счет в пользу Аркей. Мидия, Резоль тем временем реализовывает время, пока не было бараша. Пытается забрать Тауэр. Просто на автоатаке. Ну, пора бы, наверное, это менять бы. Не, Резоль. Ну, вот так вот умирает Резоль. Мне не хватает вот этого типа из обзоров Боткомедии, на которые он постоянно вставляет. What the fuck is this? А, Малковича? Да, 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 из Малковича. What the fuck is this? Ну, вот серьезно. Ну, блин, ребят. Нашли усилы света на центральной линии. И так далее. А, чевочка на 15 убитых курьеров в карьере. Да, 14 убитых курьеров у Алохи. Мне кажется, возможно, на этой игре карьера его закончится. Я бы завязывал с курьерами. Так вот не надо. Сейчас Алох пытают получать, кстати, экспо. У него уже третий левел. У него третий на 12-е, неплохо. Да, так что, в принципе, скоро будет и шестой, будут треки, будут Арканатки. Ну, четвертый, потом пятый. И только потом шестой. Нет, ну, ему реально скоро тупо натикает на Арканатки. Кстати, тут Вард, его в прошлый раз убили. Помнит ли он об этом? Ну, от Майкнуле, что вот стоит, стоит. Сейчас крипы за ним побегут, и он вспомнит, наверное. Нет, крипы не побежали. Не побежали. Кстати, кстати, Палева не получилось. Сейчас он может тут еще раз, наверное, где-то щелкнуть. Ну, нет, не идет он дальше. Так, ладно. Нетворс, смотрим, 5200 у Разора. 4600 у Лишака. Про Лишака мы уже вообще забыли. Он себе спокойно фармит. Это игре, потому что действительно увлекательное зрелище под названием Оружие Игрек. Нет, знаешь, что при всем при этом Оружие Игрек может победить. Почему? Потому что ярко вооруженного керри у Аркейд нет. То есть это Разор и Лишрак, которые не самые лучшие, наверное, вот эти керри-герои в истории человечества может найтись и получше. Пара пацанов. И вот как раз Гирокоптер, там, Слордар Верка к ним относится. Блин, я думал, сейчас подрежет немножко. Здесь Бауди Хаттер не подрежет. Потому что Верке при Damage Amplify мы уже видели. Ей много артефактов не надо. Она просто покупает какой-то там аганим условный и все. И уже разваливает. Нападает опять на Резоле. Но будет еще Валерс. Ой, как же больно. Боже мой. А там с дабл дэмэджем. Он с дабл дэмэджем. Да, еще и всю душу Бэйн высосал. Четвертого левела Брейн сапсами. Понимаете, как бы 300 дэмэджа для Верочки этого вполне достаточно. Ужасное начало для Эмпайр. 2-8 счета. Ну и действительно все очень-очень плохо. Но с другой стороны, но хотят отличь хотя бы шестой уровень, да, имеет. То есть более-менее. Здесь в Баунти Хантера только-только сейчас появится четвертый и это тринадцатая минута игры. Ну вот сейчас он тут Баунти Хантер подходит. Кстати, кажется, его увидели. Кажется, попинговали только что на Баунти Хантера. Да, да, да. Знают, что он находится там. Сейчас будет просто выходить Бэйн с просветкой. Смотри, выходит Бэйн. Ах, рано дает. Рано дает просветку. Ну и тут получил левел Алоха. Поржал в лицо сейчас сопернику. Говорит, ага. И, кстати, может подрезать Бэйна. Может подрезать Бэйна и начинать драк. В любви Лишака. Стан мимо. Колдаун. Хороший Алоха подрезает Трона. Тут же пошел Чейнфрост. Очень опасный Чейнфрост. Трон горит. Много очень дэмэджа. Алоха погибает. Боже, какой чайник феноменальный получился. Шарды еще в итоге. Сайлент еле живой. Шесть хитов остается у Сайлента, но он улетает. Нет, тут Разор с Плазмофилдом. Смида перетягивается. И это минус четыре в размен на одного Лишака. Как же. Как же зашел Чейнфрост. Чайник был просто божественный. Понимаешь, весь дэмэдж оказался эффективным. Что сделал Алоха в драке? Он нанес четыре. Четыре дэмэджа. Четыре дэмэджа. Не, ну слушай. Это вообще возможно? Я не знаю. Погоди. Ну понимаешь, вот тут все такие колоночки равномерные. Пропорциональные. Не, ну просто четыре это вообще в самый-самый низ добудет. Четыре? Четыре дэмэджа и нажал спик. Боже, где? Это, это... This makes my day. Реально. Это просто фантастика. Действительно, очень качественная игра у нас получается. Тут еще 1322 урона у Герокоптера как бы намекает. Да, то что надо. Но это очень хороший такой этот сейчас был файк. На флоу врывается. Есть тут Балрус файк. Флоу дэдстан. Но погибает от сплитерса в исполнении Лишака. А в четыре сплитерса. Алоха подрезает бараша. Мне кажется, это не то, что он хотел бы сделать. Там здесь два живой резоли отсюда уходят. У Алохи проблема. Алоха... Чу-чу. Просто на ноли множили. Как это... Я думаю, что в этот момент у него синий экран должен был высветиться. 15-3. Когда ему Бэйн чуть ли не с фулл-кп высосал. Ну понимаешь, тут проблема вот, да, мы улыбаемся, нам весело, потому что действительно весело наблюдать за этим баунди-кантером. Но проблема же не только в нем. Тут просто по всем параметрам переигрывает соперник аркей. Да, мы сегодня обсуждали во время еще первой карты, когда там Тихлус получили у нас 4 лепрекона, о том, что 5 на 4 это не дота. Сейчас мы видим, почему это не дота. Потому что тут конкретно 5 на 4 идет. Ну ладно, 6 на 4, можно даже так сказать. Ну, действительно, очень неприятно, но с другой стороны... Нет, все, преимущество 8 с половиной тысячи, 10 тысяч экспы. Это уже очень много, да. Это овер дофига. Это уже действительно очень много, и поэтому только супер оточенные командные действия и какие-то пару косяков со стороны противника только это может вас спасти в такой ситуации. Но, как мы видим, пока аркейд не косячит особо. Вроде в принципе не косячит, по крайней мере. Да, пока играет действительно качественно, перетягивается везде, где надо. Да, да, да. Хорошо бегают, хорошо убивают, не боятся играть против Баунти Хантера, мы видим. И грамотно вырвают именно Баунти Хантера со своими вот этими достами постоянными. Так, тут еще раз оружие Y сейчас будет уходить в инвиз. Потому что он так и 5 получит на 17. Да, кстати, действительно может получить 5 и даже может получить 6 левел в этой игре. Я бы так вообще словами на ветер не бросался, вот это 6. Тут вы, Виталий, будьте поосторожней. Не, ну, ладно, ладно. Действительно, что-то я загнался. Пока 5 нету. Продолжаем. 83 экспы за минутку. Так, слушай, ну, сейчас опять будут нападать. Заходит Бейн с фланга. Усыпляет Сайлента. Пошли шарды. Ах, слишком, слишком далеко. Ну, ноуфир засейвил и вынужденный ультимейт. Ноуфира потратил, кстати, слушай, сбил ультимейт Алоха здесь Джеймсу. И ноуфир улетит. Чейнфроз вынужден тратить. Станк, кстати, Чейнфроз был. Да, да, да. Вот Чейнфроз был потом немного лишним. Там, кстати, кулдаун. И далеко могли полезть сейчас Аркейд. Разбегаются. И, кстати, можно забирать чеширского кота неплохо. Алоха подрезает его. Боже, как ему больно здесь. Лол. Чейнфроз прошивает живой чеширский код. И до конца за ним может Резоль погнаться. Ну, куда идет чеширский код? А чешир... Не, у него сноубол. Он все равно может... Да, и он просто покатился в швардара со станом. Ну, он понял. Валрус пунч. Валрус пунч. И вопросы решаются. Тут еще и ВР-ку усыпили. Ну, куда ж, зачем? Почему? Стана трона. Прошивает ВР-ка. За чего она вообще тут делала? Я не знаю. Я не знаю, почему Резоль туда пошел. Ну, видно, что очень расслабили булки после победы на D2L-е над OG. Это полуфинал, кстати, там D2L-е. Ну да, то есть это не самый... И команда, в принципе, не самая плохая, которую они там обыграли. Ну да, да, да. Как бы Monkey Business бывшая. Одни из нынешних там фаворитов на многих мероприятиях. Так что... Участники мейджора? Да, тут непонятно, чем обусловлены вот такие вот действия команды Empire. Может, действительно, получилось в прошлой игре там как-то на халявку раскатать подобные же, допустим, стратегии. И просто не учлить того, что противник может вас обыграть, вашего Bounty Hunter. И что будете делать без него? Ну, девятнадцатая минута, левел 5 Bounty Hunter до сих пор с 3 что делает. С 3 что делает? Ой же царь! Кстати, осталось, знаешь, сколько хп чисто символически? Четыре. Неплохо. То есть, четыре дамеджа. Бounty Hunter у нас наносили. Кстати, Аркан Тапки появляется у Ильи. Да, поздравляем его официально. Не, ну... Ну, вообще там очень серьезные проблемы просто у Слардара, потому что Слардар сильно отстает по деньгам. Ты посмотри, он даже у Лича денег больше, у Бейна больше, у всех денег больше, чем у Слардара. Да, почти Алоха его догоняет, как бы, по деньгам. Ну, я бы... Вот это я бы уже совсем обиделся. Алоху пробило сейчас... Знаю, знаю, знают, где он находится. Опять же, попинговали. Но Вижена просто нет. Ну, ничего сделать ему не могут здесь. Ну и что ж, с Телл его получается сейчас Илья Коробкин. Поздравляем вас этим. Вот он. Там Туск в шедлблэйде идет за Слардаром. Бам! Боже, шедлплейт уже! Да. Да, беда. Чешевский код. Добивать хочет Клоуа. И у него это получится сейчас. Слушай, ну тычки не хватит. Через секунду, правда, будут Шарды. Подхил от Дазла. Грейв. Хорошо. Минус армора Чешира. И Флоуа отсюда убегает. Ну вот Имперцы уже вчетвером на топе. А в это время им низ забирают. Да, ну и могут, в принципе, спокойно на Т2 сразу же пойти на нижнюю линию. У Розора прям все великолепно сейчас. У Розора есть Санчин Яша. Есть Плейтмейл ПТ. У него 1700 здоровья. 27 армора. Как его убивать, неясно. У Трона тоже все очень хорошо. 8 зарядов на Бладстоуне. Ну прям все очень хорошо сейчас. Конечно, у Кур-Героев. Мы видели уже Физика, который с Шилл Блейдом. Ну, 11-й левел. Это, конечно, очень сильно. Ну еще есть Дазл, у которого тоже дела как бы идут еще похуже, чем у Алохи. У кого-то дела идут похуже, чем у Алохи. Да, они как-то на форсу, да. Не, ну... Тут хотя бы варды есть. А, нет, у этого тоже свой варды. Что? Ну что, на первой минуте просто туру купил, еще не поставил. Не знаю. Так, в любом случае, минус 2 вышки за один заход. Это не совсем приятно. Еще немного денег. Да все, что в этой игре происходит, не совсем должно быть приятно, как бы, для Empire. Но они стараются пока как-то остаться в этом матче и что-то придумать. Так, ну что, в миде чужский код. Там по лесам продолжает бегать Алоха, что-то пытается найти, пытается что-то найти. Здесь, тем не менее, БКБ понемножечку появляется у гирокоптера. Всегда каким-то... Вот всегда у Сайлента каким-то непостижимо странным образом появляются артефакты. Тут погибает у нас Развор. Ой, не Развор, извините, а Вардар очередной раз. То есть, молоток купил, потом рецепт на БКБ и потом его дособирает. Да блин, тебя же постоянно убивает, он вас постоянно нападает. Ну, купи игроклаб с ним есть, зачем тебе этот молоток? Не, ну, зато с молотком ты типа фармишь чуть быстрее. Так что Сайлент, в принципе, не так много раз умирал, 2 смерти. И старается, видимо, не слишком сильно драться. Ну, вот смотри, как матро. Ну, заформил пачку крипов, в принципе, норм. Да, пойдет. А Алоха. Смотри, в оружие Y. Опять датыкал этих вардов. Вокруг базы. Он-таки должен убить этого курьера в игре, он должен. У него, походу, в компендиуме просто испытание героя, типа... Да. Надо убить курьера, играя за Баунти Хантер. Она же не работает в прохождении матча. Надо ему позвонить, сообщить. Проблема здесь у Романа. Он знает, что на него нападают, потому что там Сэндрик стоял. Ну, насколько ему это поможет. Потратил он сейчас Лимбран. Хорошие шарды. И пытается стопаут сделать. Нет. Слип. И разбудет его. Джеймс, ты пойдешь дальше. Воздух такой. Нормально, спишь, спишь, никого не трогаешь. И тут тебе БАХ просто. Это примерно как в детском лагере. Да. Тебе ведро воды тут на голову. Да, да, да. Все через это проходили, я думаю. Да, но я с ним был. И пастой обмазывали. А пастой что-то обмазывали? Просто лицо, да? Просто, да, рисовали. Ну, оно же когда... Это же просто ужас. Да ладно! Все преувеличивают на самом деле. Вот эти вот басни. Алоха! Алоха! Давай, братан! Давай, давай, давай! Я оружие Игрек, давай! Смотри, смотри. Смотри. Нет, не стал бежать дальше. И хочется колиться, знаешь, но... Это мы с ней на центральной лiony. Кажись типа, да, но потом ты думаешь, да, блин, вот, 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 вот он! Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Смотри, 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 смотри. Давай! Давай! Хорош! Это успех! Холога! Есть! Да! Есть же! Он так и это сделал. Он так и это сделал. 23 минуты страданий. Ну все, теперь, говорит, пацаны, можно побеждать. И туда тум, тум-тум-тум, тум-тум-тум, тум-тум-тум. Пошел в лес, сделал стак для соперника. Оружие игрек. Не, мы Алоху любим. Ну кого еще троллить в этом составе команда Empire, если не его? Больше-то некого. Нет, ну так ладно, если, понимаешь, если бы это делал Резоль, мы бы и с Резоль так стебались. Нет, ну это понятно. То есть, бывает, бывает, наоборот. Так, у нас тут летает VR в middle. И что, смоки идут? Но тут Рошан тоже мертв, поэтому немного опоздали Empire. Ну, ни в коем случае не стоит сюда сейчас идти, потому что может закончиться это совсем-совсем плачевно. Вентренджер, кстати, понемножку-понемножку, но у Резоль таки появляется Аганим. Ну вот, по демиджамплифаем Аганим штука достаточно страшная на VR. И у Слардара там даггер уже вроде как-то есть, так что ему больше тоже пока ничего не нужно. На Разора будут нападать. Оружие бежит первым. Ну и найдет ли это оружие кого-то? Просит ставить вар. Кстати, Увидели, увидели Разора и его тут убьют. Да, неплохо сейчас на Разоры нападут. Да, очачок на Флоу, прыгает, барыш проситает очень сильно, шейкал и... Все равно его так долго убивают. Чинь-фрост, 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 крипы, чинь-фрост, крипы, чинь-фрост. Не попадает с Таном Трон, кстати, Резоль может уходить отсюда. Санет расстреливает очень-очень больно и Трона тоже могут забрать, но только первый раз. Пока только Аегис. А где вообще остальная команда? Там оружие Y бодается с Джеймсом. А у Джеймс тут и Слип, и Финцгрипп, а он боюет с оружием Y. Зачем ты это делаешь? Сайвен, проблема все-таки у Сайвена, да, его убивают. Сайвен никуда тут не уйдет. Хорошо, что Резоль все-таки ушел. А, нет, Резоль. Резоль тоже усыпили и еще и Финцгрипп есть, но и без него решили обойтись. Итого минус 4, насколько я понимаю. Минус 3. Слардар отсюда вообще ушел, что ли? Да, Слардар просто ушел. Он топал, топал и убежал, говорит, не буду там драться. 4.24 у нас еще сейчас в игре. Ну да, что-то Империю совсем пока в Салат разваливают. Но я заметил, у имперцев есть такая мания. То выигрывать катки, то проигрывается еще там 2 на 30 или что-то типа того. Ну 2 на 30 они любят. Вчера у них первая игра против OG, они просто в Салатину вынесли OG, а потом 3 точно так же в Салатину проиграли. То есть, ну действительно, у них не бывает чего-то среднего, они или побеждать, или нет. Или сильно побеждать. Или совсем в мясо проигрывать. Или совсем в мясо проигрывать, да. Интересный твит от Тоби-Вана. Есть распределение призового фонда сейчас. И поздравления всем командам, которые уже заработали по 30 тысяч долларов. Но кто же заберет главный приз в миллион сто? Тут-то и до тридцатки доехать очень тяжело, как оказалось. Действительно так-то. Тут вроде бы визу надо сделать. И все, и 30-ка в кармане. С 30-ка, нормально. Неплохо, да. Но ведь у меня не у всех есть такая возможность. Я жду момент, когда кто-то купит гем у команды Arcade. Хоть, чтобы они совсем оружие Y загнобили, что ли? Ну типа да, тот бегает. А, есть гем. У Туська. Ай-яй-яй-яй, Илюха, проблема у тебя, братыш. Братыш, надо бежать, наверное, сейчас прямо от этого карты. Официально твитр Тим Эмпайр пишет в голос с Y. Не, ну если уже разговаривать с ленгом игроков Эмпайр... Не, ну реально челик заливает. Ну че, челик такси, челик плохо отыгрывает. В голос. Плохо, ой, смотри. Кстати, вот, кстати, об оружии. Оружие. Вот оно опять у нас умирает. Сколько раз он, кстати, уже погибал? 7. У него есть фраг. Во, у него фраг есть? То есть, в принципе, он отыграл лучше, чем Flow и NoFir в этой игре. Вообще-то да, слушай. И чуть-чуть хуже Resolution. Слушай, он забрал Тауэр и еще кого-то убил. Я не могу найти, кого он убил. Ну вот последний, который фраг был сделан, когда они месили Разора, это фраг сделал Алоха. Сейчас кикот. Просветили. Чейн Фрост пошел. Очень жирный, чеширный. Флоу пытается засейвить. Сайлент в ультимейте. Бэйна стоит, щекочет. Его Чейн Фрост дальше летает. Минус флоу. Ну, а теперь можно развернуться и на Сан, это Сан просто сделал ТПА. Не успел Джеймс лапками там помахать. В итоге подловили Resolution, посадили его на Стан и... ГГ. ГГ. И просто оружие Y сдалось. Ну, ладно. Я искренне надеюсь на то, что на второй карте будет, да, будет что-то более внятное. Потому что сейчас это даже игрой было нельзя назвать. Тут с самого начала была как-то полная поплава и не играли имперцы. Ну, если есть игры, когда реализовывают как-то Баунти Хантера, то это не та игра. Это совершенно не та игра. Это далеко не та игра, где реализовывают Баунти Хантера. Тут Баунти Хантер был не реализован. Но стоит отдать должное, конечно же, команде Аркейд. Они очень грамотно его обыгрывали. То есть они постоянно эти ботлы носились очень качественно. Как курьеры летали, лич бегал. У Баунти Хантера в конце написано КДА-1 или у тебя там пыль такая? Нет, 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 это 0-1, 0-1. Минус 0-1, кстати, у Нофира на Дазли. Да, да, да. 0-6, Алоха все-таки фраг клепал там все-таки, да? 0-6 фол, 0-6 Нофир, 1-7 Алоха, 1-6 Резольт, 2-3 Салона. Ну, тут было плохо. Тут я не знаю, что еще можно добавить. Алоха сыграл плохо? Да не только Алоха, тут все сыграли плохо. То есть как-то с Алохи можно поулыбаться, да? Нет, на самом деле, да. Резолюшн Мид проиграл, проиграл. Слардар голый вышел, с линии вышел. Что там еще происходило? Ну, гирокоптер, гирокоптер. Ну, причем ты знаешь, что Резолюшн проиграл Мид не потому, что Алоха там не убил Курьера. Да, Лич помогал Разору, и это логично. Лич всегда будет помогать, если его берут. Ну, то есть... Ну, его за этим именно и берут. Ну, да, его за этим и берут. Так что к этому надо было быть готовым. Но оказались не готовы парни из Empire. 1-0 они проигрывают. Вторая... Алоха пишет в Twitter. Вот это дикие они оказались. Вторая карта этого матча. Через 10 минут никуда не уходите. АМ Лига возвращается. Тысячи команд сразятся в 13-м сезоне по новой системе проведения. Каждая команда после вылета из основной части турнира будет иметь возможность второго шанса попадания в плей-офф. Еще больше соперников и интересных поединков. Регистрация доступна для всех желающих до 8-го ноября. Подробности на Dota 2 StarLadder TV. Субтитры создавал DimaTorzok